Выборы 2016 состоялись. Сразу после закрытия избирательных участков в течение еще долгих часов ввелись подсчеты голосов и процент явки. Неиспользованные бюллетени погасили. В закрытом охраняемом помещении члены УИК подводили итоги выборов, а комиссия наблюдателей следила за соблюдением всех правил. На нашем участке замечаний не было. Нарушений никаких у нас зафиксировано не было. Работали в хорошем темпе. Все у нас хорошо. Безопасности на участках уделили особое внимание. На каждом из них дежурило несколько сотрудников полиции. Вдоль коридора и над урнами разместили камеры. Изображение с них транслировалось в интернет в режиме реального времени. За ходом голосования следили независимые наблюдатели от различных партий. Среди них были и люди с ограниченными возможностями. Выборы прошли в штатном режиме, без каких-либо нарушений, спокойно. Массовость была большая. Народ шел до самого вечера, вплоть до того, как уже двери закрывали. Восемь часов уже бегом люди голосовали, проявляли свою позицию. Процесс подведения итогов состоит из нескольких шагов. В первую очередь подсчитывается количество использованных и оставшихся бюллетеней. Последние подлежат гашению. По книгам учета считается явка избирателей в процентах и числах. И только после этого происходит скрытие стационарных и переносных избирательных ящиков и подсчет голосов избирателей. Таким образом, в Государственной Думе седьмого созыва партия «Единая Россия» сможет рассчитывать на 343 депутатских кресла. За нее проголосовало свыше 54% избирателей. Ноздря в ноздрю идут КПРФ и ЛДПР. Коммунистов поддержало 13,37% избирателей, обеспечив ее депутатам 42 кресла в Госдуме. Либерал-демократы занимают третью позицию и, набрав 13,18%, получают 39 депутатских кресел. Прошла в Госдуму и справедливая Россия. Она замыкает четверку лидеров, набрав 6,21% голосов. Это почти в два раза меньше, чем на выборах в 2011 году. Таким образом, эсеры получают 23 депутатских места в Нижней Палате парламента. Еще три места будут распределены между партиями «Родина», «Гражданская платформа» и депутатом-самовыдвиженцем. В Московской областной Думе кресла займут также представители четырех партий. «Единая Россия» – она идет с большим отрывом, почти 43% голосов. КПРФ – 15,95%. Почти столько же набрали «Либерал-демократы» и «Справедливая Россия» с 5,08%. Совсем немного не хватило партии пенсионеров. Они набрали 4,99% голосов. За «Яблоко» проголосовало почти 4% избирателей. Остальные политические партии не нашли особой поддержки у населения. В одномандатном избирательном округе, где люди голосуют не за партии, а за конкретных кандидатов, победу одержал Александр Смирнов. Теперь он будет представлять интересы Химок и Долгопрудного в Московской областной думе. Как отметили международные наблюдатели, выборы 2016 в России были прозрачными, открытыми и, главное, конкурентными. Это видно и по новому Химкинскому совету депутатов. Теперь в его составе представители шести партий – «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Яблоко», «Родина» и «Справедливая Россия». Не прошли в совет «Патриоты России», «Экологическая партия «Зеленые», «Коммунисты России» и «Альянс зеленых».